Итак, здравствуйте! Сегодня хочу вам показать довольно интересную работу. Это балансировка ВАЗовского коленвала для наших гонщиков. Коленвал облегчен. Также у него уже идет облегченный маховик. Сейчас будем готовить станок, ставить его. Для того, чтобы настроиться на коленвал, получить его значение дисбаланса, необходимо сделать три пуска. Ну что ж, первые значения дисбаланса получены. Можем прекрасно видеть, что он практически в одну сторону. Суммарный дисбаланс по коленвалу 80 грамм. Это довольно-таки много. Итак, причина, по которой у нас такой огромный дисбаланс, я думаю, всем ясна. Во-первых, срезаны старые балансировочные сверления. И во-вторых, неизвестно, как это все у нас пилено. Видим, тут противовес немножко толще, здесь тоньше. И в сумме получается довольно интересная картина. Так что после любых облегчений, коленвалов, маховиков, они обязательно балансируются. Способ балансировки довольно-таки варварский. Высверлить уже где-либо невозможно. Да и при таком дисбалансе придется резать. Ну что ж, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допуск для таких коленвалов 2 грамма на сторону. Для гонщиков стараемся делать ниже, потому что неизвестно, на каких оборотах они их будут вращать. Следующий этап – балансировка шкива. Сейчас показания снимаются в режиме реального времени. 2,5 грамма нужно убрать по шкиву. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Осталось только для владельца поставить метки, чтобы он знал, как ее собирать. И можно отдавать. Ну что ж, я сейчас упаковываю этот коленвал. Вам спасибо за просмотр, а гонщикам победы на соревнованиях. Я вот сейчас смотрю и думаю. Я же этот маховик полгода назад балансировал. Вот мои сверления. Метки старые, которые с коленвалом не совпадают. Что, они опять коленвалу шею свернули?